Братья и сестры, мы прочитаем Евангелие Матфея, 17 глава с 1 по 9 стихи. Матфея, 17 глава с 1 стиха, читаем. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, и одежды же его сделались белыми, как снег. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илье. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака дологолющий. «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. И Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Мы прочитали этот отрывок по теме праздника «Преображение», что означает, что Иисус преобразился на горе, явил это ученикам своим. И когда я размышлял, меня заинтересовали слова Петра. Понятно, что ученики были в таком состоянии непонятности, и для них это было недоумение такое, что происходит, о чем идет речь, где мы находимся. И вот когда они увидели это, я думаю, что от непонимания Петр сказал такие слова. «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущие. Тебе одну, Моисею и Илье». И я так думаю, вот Петр всегда находился с Иисусом Христом. Он всегда слышал, что Иисус говорит о Царстве Небесном, он говорит о Своем Царстве, он говорит о будущем. Вот, возможно, для Петра наступила та точка, вот он так думал, возможно, о которой говорил Иисус Христос. Это тот конечный результат, возможно, это та цель уже достигнута. И, возможно, он думал, что все, мы уже здесь будем, мы уже здесь остановимся и сделаем три кущие, будет это постоянно. Возможно, так было, я не знаю, но почему-то он так это сказал. Иисус, наоборот, обратил внимание, что это только он показал образ той вечности, того, что они будут находиться в таком прекрасном состоянии там, в будущем. Это еще не та конечная точка. Когда мы недавно были в Западной Украине, и вы знаете, когда у нас в июле уже сухая трава, то там в августе цветет картошка. Там вечером и утром вот такая роса на траве, и такие прекрасные горы, леса. Ну, просто едешь и наслаждайся этими пейсажами, природой, и кажется, вот хорошо бы, чтобы у нас так было. Насколько это прекрасно, насколько это удивительно, как Бог чудесно все это создал. Я думаю, что у Петра было такое же чувство, такое же состояние, и он просто вот от восхищения, он, возможно, так это и представлял себе. И хорошо нам здесь быть. Второй момент, о котором хотелось бы сказать, что хорошо нам здесь быть. Я так думаю, что Петр и хотел бы там продолжать быть постоянно. Прекрасное место, комфортное условие. Мы, как обычные люди, быстрее всего привыкаем к комфорту, склонны к тому, чтобы нам было хорошо, чтобы нам было приятно. И когда эта полоса хорошего уходит, что-то начинается, какие-то неприятности, трудности, проблемы, то нас это гнетет, угнетает, для нас это непривычно. Но человек всегда быстро привыкает к хорошему, к комфорту. Хорошо нам здесь быть. «Потом они услышали глаз с неба. Сей сын мой возлюбленный, которым мое благоволение. Его слушайте». И вот эта следующая мысль «его слушайте», вы знаете, говорит о том, что это не конечная точка. Это не та цель. Цель еще нужно достигать, слушая Иисуса Христа. То, что Он говорит нам исполнять. И вот эти все персонажи – Моисей, Илья. Моисей был, как мы знаем, учился в доме фараона, был грамотный человек. Потом он 40 лет пас овец в пустыне. Да, Бог его особым образом готовил к своему служению. Но однажды Бог явился ему и сказал, что ты должен вывести израильский народ из Египта. Моисей послушал его. И когда Моисей вел израильский народ, то то, что говорил Бог Моисею, Моисей передавал израильскому народу. Вы знаете, Илья тоже был человек особо верующий. И через Илью тоже Бог говорил израильскому народу. Илья передавал то, что говорил Бог. Он тоже проявлял послушание и тоже делал то, что говорил Бог. Иисус Христос, Он тоже Бог, но Он слушал Слово Своего Небесного Отца. Он каждый вечер выходил на гору для того, чтобы пообщаться со Своим Небесным Отцом. И Он утром спускался, и Он знал, что нужно делать, потому что Он был с Отцом, Он имел это общение. Но глаз был для апостолов. Его слушайте. Апостолы должны были быть послушными, они должны слушать то, что говорит Христос, и тоже исполнять это в своей жизни. Мы, верующие люди, мы тоже должны слушать Его, потому что Он говорит нам, как нам поступать и что нам делать. И мы тоже должны исполнять Его волю каждый день, каждый момент нашей жизни. И здесь не говорится, если Петр, возможно, имел в виду место комфорта, то здесь не говорится, что у верующих должно быть все хорошо, и должен быть комфорт. Здесь не говорится о том, что у верующих вся дорожка должна стелиться, и с прекрасных святого все будет прекрасно. Его слушайте. Это значит исполнять волю. Это значит, не всегда будет хорошо. Это значит, какие-то будут трудности в жизни, какие-то переживания, волнения, потому что мы знаем, что все верующие переносят какие-то трудности, но не с Богом. Они исполняют волю Божью. И об этом говорит Слово Божье. Его слушайте. Я думаю, это должно остаться в нашем сердце, чтобы мы всегда слушали Слово Божье, слушали Господа, слушали не просто ушами, но сердцем и делами показывали, что Его Слово для нас не безразлично, что оно живет в нашем сердце, и оно дорого для нас. И как раз то преображение, то, что Господь показал, это та будущая цель, куда мы все должны стремиться, проявляя послушание нашему Господу Иисусу Христу. Ему слава за все. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова